В постановлении правительства Севастополя об аренде заповедных лесных участков слишком много коррупционных рисков. Его выполнение необходимо приостановить. Об этом в ходе образовательного форума Таврида сообщил координатор Центра Общероссийского народного фронта, который занимается защитой лесов. Напомню, в постановлении в спешном порядке, принятом правительством Севастополя, речь идет об аренде на 10 лет и более многих гектаров леса в таких заповедных зонах, как Ласпи, район Скельской пещеры, урочище Алсу, Торопова дача и многие другие. Цена участков и будущий владелец будут определяться на аукционах. Севастопольское отделение Общероссийского народного фронта уже критиковало документ, подготовленный исполнительной властью города за множество неточностей и лазеек для злоупотребления. Солидарность с коллегами выразил и координатор Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Я думаю, необходимо приостановить действия этого документа, потому что в нем слишком много коррупционных рисков. И если в ближайшее время местная власть не примет это решение, то мы, соответственно, будем обращать внимание руководства. В частности, мной подготовлено и направлено письмо в адрес министра природных ресурсов. Владимир Владимирович Гутенев попросил Министерство природных ресурсов проверить, соответствует ли документ российскому законодательству. Пока на местном уровне нет законов об особо охраняемых территориях и нет необходимых регламентов, действия постановления правительства необходимо приостановить, говорится в письме.